Виктор Крюков занимается ремонтом посевного агрегата. По словам механизатора, который более 30 лет трудится в сельском хозяйстве, к этой работе нужно подходить серьезно. При хорошем ремонте он не сломается, когда выйдет на поле. Работаем-то на себя, говорит герой сюжета. В первую очередь нужно посмотреть сочники и втулки. Поврежденные участки смазываем маслом, сломанные детали соединяем с варкой. Изнашиваются и подшипники в сейлках. Заменяем их на новые. Таким образом техники из гаража выезжают как новенькая. В КФХ Шамсудинов, находящемся в селе Яники Чешма, близится к завершению ремонт тракторов. Принявший участие в семинаре заместитель главы района Решат Самигулин, обратившись к специалистам и фермерам, поставил задачу качественно выполнить данную работу в установленные сроки. В рамках совещания участники ознакомились с показателями животноводства КФХ Шамсудинов. Сегодня здесь насчитывается 200 дойных коров. В среднем от одной коровы получают 18 килограммов молока. По словам руководителя хозяйства, его беспокоит низкая стоимость молока. Сына на молоко, конечно, дешевле 32 рубля. Когда солярка стоит 54-55 рублей. Если будет 55 молока, 55 солярка, даже от газа в город стоят. Субсидии не надо. По итогам 2022 года животноводство в районе испытывает рост. Хозяйство произвели 75 877 тонн молока. Рост по сравнению с предыдущим периодом составил 110%. В среднем от одной коровы получено 10 тысяч килограммов продукции. На сегодняшний день поголовье КРС составляет 37 156 голов. В прошедшем году поголовье увеличилось на 1845 голов. За отчетный период произведено 93 945 центнеров мяса. Рост по сравнению с 2021 годом составил 104%. Об этом говорили на пленарной части семинара, который прошел в Катмышском сельском доме культуры. Также речь шла о возможности обновления машино-тракторного парка хозяйств. Работает в Росагролизинге программа раннее бронирование. Это очень удобная система оплаты лизинга. Там получается, что можно не платить до сентября. Нулевой аванс получается. И потом только начинается после сентября, после урожаев, после уборки, начинается система оплаты. Во второй части совещания обсуждалось создание в районе мини-молочных парков. Фаузия Нургалимова, Ельнур Юнусов, Алмаз Камалеев, Эль Шахудзинов. Новости Татарстана.